Девушки отдыхают 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 Да, то есть, это 2 трети, сколько тут у нас с вами, 80 где-то, 70 примерно, да? Ну, 70-80, то есть, дополнительно 80 метров в секунду, то есть, это будет в районе, там, 310 метров в секунду, это неплохо. Далее, 33,3% бонус к модификатору инерции, то есть, мы становимся более поворотливыми, более агильными, это тоже неплохо. То есть, если надо, там, ну, просто подвигаться, побыстрее сделать ноги, то желательно именно включать пропущен мод. Дальше, шарпшутер мод, соответственно, нападение, то есть, 66,6% бонус к оптималу турелей маленьких, и, соответственно, 100% бонус к мощности сенсоров корабля, чтобы его труднее было заджамить. Также 100% бонус к ренжу таргета, на котором мы с вами можем лочить цели, и скэн резолюшн, то есть, начинаем быстрее лочить цели. То есть, это, на самом деле, очень прикольная такая штуковина, но может использоваться и как корабль разведки в каком-то смысле, но все-таки, конечно, клочных девайсов у него поставить нельзя. Вот, то есть, там, клока второго Т-2, ее нельзя сюда поставить, насколько я понимаю. То есть, здесь можно только ставить его как в виде, как сканерщего, сканерщего корабля, то есть, он может поставить себе, соответственно, сканера, сканпроп лампчик, да? И, к тому же, он может, соответственно, либо быстро бегать, достаточно быстро, либо хорошо защищаться, либо неплохо бить. То есть, очень интересная такая штука, стоимость их сейчас составляет в районе 34 миллионов в джите. Ну, неплохой кораблик, то есть, может быть, как-нибудь имеет смысл заморочиться, медленно его учиться в районе 8 дней, не так уж и много, то есть, можно при желании заморочиться, посмотреть, что это такое. Но пока что чисто для себя я применения этому кораблю, конечно же, не вижу. Так, ну это было такое лирическое отступление. Теперь, собственно, к цели нашей сегодняшней беседы, нам с вами нужно уфитить обычный стендерд-дестроер, естественно, амарский. У амарцев, как мы с вами наблюдаем, дестрои представлены двумя видами. Это сорсер и драгун. Ну, соответственно, как произносить это, ребята, это лишнее дело каждого, я произношу так. Теперь, каждый из них, естественно, обладает, как и любой другой кораблик, своим видом, ну, своим бонусами, да? То есть, выбирайте в зависимости от того, что вам интереснее. Драгун больше подходит для работы с дронами и вампириками, нейтрализаторами энергии. То есть, у него есть бонусы на хитпоинты и дамаг от дронов, у него есть дополнительный бонус на скорость передвижения дронов, соответственно, и дополнительный 20% бонус на уровень скилла к рейнджу работы вампириков и нейтрализаторов энергетического ядра противника. В ПВЕ, в принципе, не очень, наверное, удобная штуковина, то есть, у меня, по крайней мере, пока что, вот я пробовал, у меня не очень получалось работать нейтрализаторами и вампириками именно в ПВЕ. Быстрее гораздо вынести кого-нибудь, нежели работать вампириками. Но в ПВП вполне себе очень даже может быть прилично. Соответственно, дрон хитпоинт и дрон максвелосити очень хорошая штука, если вы именно занимаетесь дронами, у вас дроны хорошо прокачаны. У меня дроны прокачаны, ну, в средне, но, тем не менее, я, конечно же, не буду на них заморачиваться. Сейчас мы с вами берем обычный атакующий дестройер. Это 10% бонус к трекингу маленьких энергетических орудий, 10% минус к активейшн кост, то есть к стоимости активации, и дополнительный 50% бонус к их оптимал рейнджу. Это уже не на уровень скилла, это вообще в принципе. Смотрим именно его параметры, соответственно, его ситуацию на рынке по нему. Соответственно, минимальная его цена находится там в шести прыжках от нас, и она 1 200 000, мы с вами берем чуть дороже, но на этой станции. Забираем, соответственно, этот кораблик. Не очень высокая цена для такого корабля, то есть, помните, у нас с вами предыдущий раз фрегатик стоил в районе 400 тысяч, да, там 380 с чем-то. Соответственно, здесь 1 230 000, ну, конечно, разница ощутимая, но это не очень дорого. И вот наш красавчик. Вот такой красавец. Амарские корабли вообще достаточно красиво выглядят, то есть, они все такие достаточно интересные, вылизанные какие-таки, зализанные, и симметричные, как правило, и смотрятся действительно достаточно красиво. То есть, каждый новый корабль, это, как правило, способ прямо полюбоваться на него. Повод, по крайней мере. Так, ну что ж, давайте переименуем, опять же, используем то имя, которое я использую теперь постоянно, чтобы, может быть, кто-то из подписчиков мог нас с вами узнать здесь внезапно. Так, и теперь, собственно, поехали. Давайте посмотрим на окно фитинга корабля. О, неплохой такой запас. Смотрите, друзья, значит, чем лучше дестройер? Естественно, он больше. Это не то чтобы хорошо, это просто данность, что корабль больше. То есть, если у нас с вами 31 метр сигнатура была у экзекьюшнера, у нашего с вами фрегасика, то у дестройера уже сигнатура 62 метра на моих скиллах. То есть, это уже достаточно серьезный такой. Ну, в два раза больше, да? Естественно, он помедленнее будет. То есть, у него 318 метров в секунду скорость передвижения. Он, ну, кстати, варпает он вроде бы как даже побыстрее. Точно не скажу, ребят, сейчас не помню, сколько было у экзекьюшнера. Вот, на самом деле, можно глянуть для интереса, просто для сравнения. То есть, чтобы нам можно было сейчас их поставить, как-то эти корабли. Вот у нас экзекьюшнер. Естественно, давайте посмотрим на его номинальные характеристики. Значит, экзекьюшнер у нас с вами ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте глянем. Капаситер, таргет, рейнш. Так, 410, да. То есть, соответственно, дестройер он... Да, и 5 ау. То есть, дестройер он чуть помедленнее, да? 318 против 610. Это достаточно приличная разница. Ну, и, соответственно, скорость варпа на 0,5 ау в секунду поменьше. Но это не критично. А теперь у него значительно больше слотов под установки систем по нападению. То есть, мы с вами у нас 8 хай-слотов, и мы с вами можем 8 пушек в них поставить. 8 лазеров против 3 таковых у экзекьюшнера, я думаю, разница ощутимая. Конечно, он также орудует small лазерами, то есть, ну, это также корабль как бы маленького класса, как и фрегатик. Соответственно, ему подходят только маленькие модули, но их 8, а не 3. Поэтому разница реально ощутимая и не зря называется дестройером. То есть, он нападает, и нападает он сильно, да? То есть, тут все понятно как бы достаточно. Естественно, у него побольше капоситер, то есть, у него побольше запасов там по броне и по всему прочему. Но это нормально, это тоже кораблик чуть больше, чем фрегатик. Ну что ж, давайте потихонечку будем уфичивать. Кстати, ребята, я не знаю, обратили вы внимание в прошлом ролике или нет, но когда вы ставите какие-то модули на корабль, особенно пушки, они вставляют соответствующие слоты, где они должны стоять. Вот, допустим, вот эти вот точки у нас с вами здесь есть, да, вот такие. И орудия будут здесь потихонечку появляться. То есть, корабль изменяется внешне по мере того, как вы его оборудуете. Это достаточно интересный такой момент. Даже давай сейчас оставлю под таким углом и будем, соответственно, уфичивать. Так, ну что ж, поехали. Значит, опять же, наша с вами задача уфичить его по максимуму, насколько можем. Но, опять же, ориентируемся на то, что у нас с вами денег как бы нет. То есть, стараемся уфитить хорошо, но при этом особо не просесть по деньгам. Поехали, соответственно, на рынок. Опять же, поехали в шип-эквипмент. Опять же, поехали в турец-энд-бейтс, энерджи-турец, пулс-лазер, смол выбираем, не забываем. И, опять же, здесь мы с вами берем дуал-лазеры. Мы с вами из прошлой серии помним, что они лучше остальных. Меня будет интересовать мета-4, просто для того, чтобы мы с вами монстра долго не ковыряли. Ребят, соответственно, берем 8 штук. То есть, суммарно это выйдет больше стоимости корабля, учитывая стоимость этих пушек. Если вам реально напрягает вас такая цена, то вы можете, конечно, взять вот такой, допустим, мета-3 вариант. Он вам обойдется куда дешевле. То есть, тут 8 штук будут стоить всего лишь 127 тысяч. 128, да. Но мы с вами, опять же, для скорости уничтожения противника, ребят, будем пользоваться самым хорошим вариантом из тех, которые я могу себе позволить по скиллам. Так, и сразу же давайте их все уфичиваем. К сожалению, нельзя их поставить сразу все. Вот, то есть, придется по одному. Да, ребята, вот смотрите, то есть, лазеры начнут, скорее всего, на корабле сейчас появляться. Я пока их тут нигде не вижу. Давайте поставим сейчас все 7. Так, фит, фит, фит и так далее. Все 8, точнее, штук. Так, доставляем, доставляем. Вот, смотрите, друзья, видите? То есть, на корабле появились вот они, эти пушки. Вот они. Сверху и, естественно, снизу, потому что это специально сделано. То есть, как правило, на кораблях такого плана, то есть, да и на любых, в принципе, кораблях пушки стараются по мере возможности дублироваться на корабле. То есть, вы достаете 8, но на деле их 16. То есть, 8 сверху, 8 снизу. Это сделано для того, чтобы, когда корабль стреляет по противнику, например, противник находится снизу от вас, то есть, нет возможности выстрелить сверху, да, сквозь корпус. Соответственно, стреляют нижние. Но сюда будут, на самом деле, палить только столько, сколько вы поставили. То есть, 8 штук, вне зависимости от того, где находится противник. Это просто для удобства анимации и для более правдоподобной картинки. Так, хорошо. Вот у нас с вами такая грозная вещь, да, 8 лазеров, это вообще пипец. Теперь, соответственно, здесь все замечательно. Мы с вами берем стандартные линзы, естественно, берем мультифрики, разумеется, да. Возьмем их, опять же, 8 у нас с вами, 16 двойной боезапас я беру, 16 штук. Кроме всего прочего, давайте с шифтом, как я обычно вам, ребят, показываю, ну, включайся, обычно, как я вам показываю, с шифтом перетаскиваете на корневой узел и таким образом получаете группу. Единственное, что я, скорее всего, сделаю, знаете что, ребят? Вот, скорее всего, я сделаю немножко не так. То есть у меня будут две группы лазеров. Первая, соответственно, ну давай. Первая группа, ну чего такое. Вот, и вторая группа лазеров. Вот видите, если вот так делать, то они помечаются разными цифрами. Почему две? Потому что орудий много. И если сразу все из них включать, то есть одновременно, то учитывая время срабатывания каждого лазера, то есть у них уже есть время активации, там, 4,5 секунды, что ли, у них, да? Или 5-25 секунды, где-то так, у дуаллайтов. Соответственно, если вы активируете сразу все 8, то, допустим, противник слабенький, да? Вы по нему бабахнули, и противник спекся. Но он мог бы спечься еще и от 4 лазеров, например, или от 3. А вы использовали его все 7. Соответственно, вам придется ждать, пока они, ну, перезарядятся, для того, чтобы навести их на новую цель. А вместо этого, когда орудий много, я предпочитаю группировать их в две группы. То есть одна группа я стреляю одной группой в одного противника, допустим, второй в другого. То есть вы можете, в зависимости от ситуации, так, либо атаковать сразу двух противников, то есть намного быстрее вымешивать соперников, да? Либо можете комбинировать их работу так, чтобы, например, половину цикла отрабатывала первая группа, затем вы включаете вторую группу. И так они, то есть таким образом вы будете чаще стрелять, понимаете, да? То есть не в 5-25 секунду, а раз в 2,5 секунды примерно. А 2,75 там примерно получится, да? Где-то так. То есть раз в 2,5 секунды вы будете, соответственно, производить выстрел из 4 лазеров. Это будет в том числе мешать противнику отчиниваться. То есть даже если у вас там будет кто-то отчиниваться из ваших противников, это особенно будет заметно на миссиях 4 уровня, когда противник начал чиниться местами. Соответственно, если вы чаще стреляете, то у противника меньше шансов успеть отчиниться, потому что до цикла срабатывания его отчинивалки, его репейров там или шелкбустеров, это также проходит какое-то время. И за это время ваш дополнительный выстрел может сыграть роль. Вот. То есть это такой момент, ребят. Старайтесь при большом количестве орудий делить их на 2 группы. Ну, как правило, вот такая ситуация бывает на дестрах, на этих самых, на батлах, на линкорах. Вот на них тоже бывает по 8 орудий очень часто. На Т2, как правило, на мародерах особенно там 4 слота, потому что у них 100% бонус к дамагу от этих всех турелей. Поэтому, соответственно, на мародерах такой проблемы нет. Ну, точнее, не проблема, а такой фишки, да. А вот здесь при 8 орудиях обязательно делить их на 2 штучки. Так, соответственно, да, уфичиваем и первую, и вторую группу. Да, и, кстати, например, вы можете зафичить их разными типами патронов. Там, да, разными линзами в нашем случае. То есть, ну, я все одинаково уфичу. А так можно было бы там в одну мультифрики, в другую поставить эти, как они, стандартные линзы. Тогда вы были бы готовы к атаке на любой дистанции сразу, прямо. Пока там одна группа перезаряжается, вы вторую используете. Ну, в случае лазеров это не слишком актуально, потому что все группы перезаряжаются мгновенно, а вот в случае там артиллерийских, допустим, пушек, которые перезаряжаются достаточно долго, там уже имеет смысл поэкономить со временем, да. Ну, это, конечно, касается только таких достаточно простых миссий, где, допустим, вам действительно хочется быть готовым к бою на любой дистанции сразу из коробки. Хорошо, значит, здесь линзами закончили. Кстати, что у нас тут с вами со скиллами-то? Оптимальный рейндж 4.890, фоллов 7. Ну, нормально. Дамаг у нас с вами сейчас 151.7. Дополнительно давайте поставим, соответственно, слотов у нас с вами не так много, как видите, да, то есть танковаться особо нечем, поэтому дестройер в данном случае делает ставку на силу своей атаки, то есть он врывается и уничтожает противника раньше, чем успевает уничтожить его. В этом его суть, то есть у него большая огневая мощь, практически приближенная к крузаку. У нас с вами крузак, по-моему, 171.7 ДПС, по-моему, у него там, да, здесь 151.7, то есть для миссии второго уровня это монстр практически, вот такой корабль. Поэтому наша цель не затанковаться по самой брови, а уничтожить противника до того, как уничтожит нас. Соответственно, учитывая достаточно низкую скорость и возросшую сигнатуру, разумеется, Afterburner здесь просто обязателен. То есть этот штуковина по повышению скорости, как вы помните, естественно, 1МН Afterburner, потому что второй уже, а, нет, даже, кстати, второй влезет. То есть, смотрите, можно поставить даже, вот если посмотреть по, видите, по Power Grid, то есть он влезает. Вот маленький точно влезет, а второй тоже может влезть, то есть 10МН. Можно, конечно, его поставить, но жрать он будет по электроэнергии просто дофигища. То есть здесь вот 20 ГДжоулей у 1МН, а здесь 80 ГДжоулей, в 4 раза больше. То есть тут мы даже уже с вами стабилизировать энергоядро, скорее всего, не сможем. Хотя это, конечно, было бы неплохо, потому что его бонус к скорости будет совсем другим. То есть 135% у этого, а здесь сколько? 112%. Меньше. Нет, ну на самом деле будет больше, потому что он на большую массу рассчитан. Поэтому реально с ним вы будете быстрее бегать. Вот, даже можно на самом деле поэкспериментировать. Сейчас, допустим, взять авторбернерс десятку и однерку и посмотреть, какая между ними разница. Опять же, надо было бы, конечно, поставить Т2, но мы с вами, как бы у нас денег с вами нет, поэтому ставим Т1. И давайте для интереса поставим еще вот этот. Просто сравним показатель. То есть если я поставлю обычный авторбернер, то у меня максимальная скорость с ним составит 618 метров в секунду. Ну, 619. Энергоядро нестабильный, но это, кстати, можно даже не считать нестабильностью. То есть 0,3% минус. То есть через 50 минут он закончится. Ребят, за 50 минут, если вы не разберете противника, вас разберут точно. Ну, если, конечно, там вокруг вас на какой-нибудь мелкий фрегатик ведется. Но даже он может суметь. А вот если сейчас мы с вами уберем этот модуль и поставим десятку. В энергоядро речи не идет. Хотя тоже неплохо, кстати. И 1289 метров в секунду, ребят. Это вообще пуля. То есть, ну, конечно, пуля для этого класса кораблей. Это очень быстро. То есть если Дестер будет... На самом деле мне даже уже хочется поставить именно такой авторбернер, потому что реально с такой скоростью по нам будет очень редко попадать. Ну, будут, конечно, но это значительно придаст нам сил при танковке. Да, энергоядро достаточно сильно теряет. В вашем случае, ребят, просадки, если у вас скиллов нет, а мы на это с вами закладываемся, то, скорее всего, у вас просадка будет значительно сильнее. Безначительно быстрее будет заканчиваться капоситер. Но, тем не менее, я хочу попробовать со своими скиллами попробовать все-таки уфидиться вот именно в такой вариант. Потому что, как работает обычно авторбернер, вы уже, ребят, видели. Тут, как бы, ничего для вас новенького не будет. Вот, поэтому, с вашего позволения, я все-таки воспользуюсь возможностью сделать себе кораблик побыстрее. Единственное, что, естественно, придется энергоядро как-то стабилизировать. Так, давайте сейчас сначала еще посмотрим, кстати, скорее всего, даже, на самом деле, зря я его продал, потому что все равно придется купить. Поскольку сейчас еще поставлю хетсинг для того, чтобы повысить еще сильнее, увеличить мощность, соответственно, орудий. Точнее, не их мощность, конечно, а скорострельность этих орудий. Давайте поставим тоже Т1. Ладно уж. Соответственно, поставим также Т1 модуль. Ядро будет заканчиваться еще быстрее, разумеется. Значит, далее. Поставим капоситор Control Circuit. Control Circuit. Small. Стоят они, ну, недорого, ребят. Я думаю, вы сможете себе позволить, если вы смогли позволить себе купить там корабль за миллион с чем-то, то такие три модуля вы сможете себе позволить. Поэтому я их беру. В данном случае ставлю. И посмотрим, что у нас произойдет с капоситором. 19%. 1,9. Вообще отлично. Все. Стейбл на 13,3. Отлично. То есть вот это вот то, что нужно. Это огромная скорость. Реально огромная скорость. Без возможности у противника ее понизить. Потому что, ну, скажем, если на нас с вами накинут скрам, да, то это никак не повлияет. Ну, правда, скрамов на миссиях второго уровня, это, собственно, маловероятно очень. Но они на четвертом уровне всегда бывают. Но, тем не менее, то есть даже если нас с вами заскрамят, у нас с вами ничего не произойдет. Было бы МВД, конечно, мы бы еще быстрее двигались, но в этом случае у нас бы уже сигнатура раздулась, и была бы возможность его пресечь, его работу через скрамблер. Так, теперь, соответственно, чтобы сюда еще запихать. Каприч, соответственно, смысла не имеет. У нас вообще все отлично с капричарджем. Скан резолюшн у нас 630. У экзекьюшнера был значительно больше, по-моему, по 1000 или около того. Соответственно, тут уже имеет смысл попробовать поставить сенсор-бустер для того, чтобы быстрее наводиться на маленькие цели. То есть, допустим, на фрегатике мы с вами будем наводиться уже гораздо медленнее, чем это делал экзекьюшнер. Поэтому можно поставить сенсор-бустер. Далее, соответственно, вниз, естественно, естественно, учитывая, что мы с вами практически неутанкованы, мы с вами ставим дэмэдж-контрол. Давайте Т2, ребята, я поставлю. Опять же, вы сможете, я думаю, себе его позволить по этой цене. Соответственно, дэмэдж-контрол Т2. И вот что у нас с вами сейчас еще повредит нашему энергоядру по поводу сенсор-бустера тут заговорился. Скорее всего, каприч сейчас сюда пойдет, потому что когда мы с вами сейчас поставим отчинемолку, а ее обязательно надо поставить, армор-репейрер, вот. Вот. Отчинемолка нужна вообще обязательно, просто вот обязательно. И, ну, потому что у нас с вами нет никакой, даже никакого усиления наших с вами резистов, поэтому мы будем достаточно хорошо огребать от противника, поэтому желательно иметь отчинемолку. Либо армора, либо в данном случае, возможно, имело бы смысл отчинивать структуру. Ну, конечно, это более страшно, потому что когда до структуры добрались, с одной стороны, это уже реально страшновато, с другой стороны, разница в резистах у структуры и армора будет существенная. То есть, если по нам у структуры будет резист по 60% на каждом, у армора будет резист самый близкий к этому только у электромагнитного урона. Соответственно, у всех остальных резисты будут ниже, поэтому отчинивать броню нам будет с вами сложнее. Поэтому, в принципе, имеет смысл попробовать Hall Repairer. То есть, это штуковина, которую отчинивают, соответственно, Hall, то есть ваша структура. Ставятся они только куда, я не знаю, ребят, сейчас давайте посмотрим, в какой из слотов. Medium Power, то есть он идет вот сюда. То есть, если мы с вами поставим его сюда, то какие он там отребуют? Activation Cost 30 ГГж. Ну, скорее всего, конечно, он нам понерфит, скажем, наше энергоядро, тогда вниз пойдет что-то типа Capacitor Power Relay. Сейчас посмотрим. Значит, Small Core Repairer. Сколько он отчинивает там? 40 хп, да? Так, а второй сколько стоит? 629. А он сколько отчинивает? Не-не-не-не, погоди-погоди-погоди. Сколько отчинивает? Он отчинивает 30 хп. Не понял. Тогда, значит, возможно, так, 24 секунды активации. Хорошо. А здесь... Сколько активация? Время. 30 секунд. Ну, понятно. То есть там поменьше добавляет, зато чаще гораздо активируется. Поэтому тут как бы предпочтительнее. А в Reactions есть какие-нибудь? Давайте посмотрим. Давайте их сравним. Ну, попробуем, ребят, на структуре. Я структурой никогда не танковался, но я думаю, это интересно будет. Так, давайте, значит, по мета-уровню, опять же, Activation Cost и Structure Kit Points Repair. Соответственно, абсолютно одинаковые показатели у всех, поэтому выбираем... Ну, как у всех. Вот у этих двух одинаковые показатели. То есть давайте посмотрим, что из них стоит дешевле. Т2 или мета-4. Итак, значит, мета-4 стоит... О, вообще ничего не стоит. 13 тысяч. А Т2 стоит 629. Чувствуете, ребят, разницу? А параметры одинаковые. В общем, всегда, ребят, смотрите за тем, что вы покупаете. Потому что это реально жуткие такие вещи. И, кстати, даже, видите, даже эта цена больше на 200 процентов, чем средняя по региону. Но это копейки, поэтому мы с вами берем и не изморачиваемся. И устанавливаем. О, энергоидров стабильна. Вообще супер, ребят. Классно. Значит, мы с вами стабильны на 1,2 процента. С постоянно включенными 8 лазерами и 10 мн афтербернером. То есть это вообще шикарно, на самом деле. Кроме того, еще хитсинк один стоит. То есть тут уже имеет даже смысл что-то утанковать дополнительно. Что именно утанковать? Ну, давайте, коли уж мы с вами танкуемся в структуру, давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то варианты по утанковке именно структуры. Так. Хул апгрейдс. Давайте посмотрим, есть ли что-то такое. Так. Рейнфорс. Это что такое? Что за штука? Атрибют. Струкчер хитпоинт. Ага. Это, так, это штуки, которые повышают, ну, кстати, у нас с вами Power Grid уже нифига не врезит, скорее всего, но это штуки, которые повышают запас по структуре. То есть, соответственно, если посмотреть, он дает минус к количеству места в вашем инвентаре, карго, но зато дает 15% бонус к количеству структуры. То есть это достаточно серьезно. Ну, и, правда, дополнительно еще увеличивает немножко и модификатор инерции, то есть вы становитесь менее агильным. Так. Хорошо. Они требуют чего-то по цеплу и Power Grid. Да, блин. Не посмотрел. Так, цеплу Power Grid. 1 мегаватт по Power Grid. Есть у нас... О, как раз 1 мегаватт. Как раз 1 мегаватт остался. Ребята, это что-то. Это знак. Это знак. Значит, нужно реально ставить их. Окей. Давайте сейчас посмотрим, что у нас касается Reinforced Bulk Heads 2. Что они требуют? Столько же. Так. По скиллам я им отвечаю. Вы, кстати, тоже легко можете до них раскачаться, друзья мои. Соответственно, бонус к структуре аж 25%. Ну, чуть побольше к инерции также. Это вообще шикарно на самом деле. Так. Супер, друзья. Вот прям, вот смотрите. Прям знак. Реально. Ровно 1 мегаватт остался. Вот как мы так с вами угадали, что остался ровно 1 мегаватт? Я понятия не имею. Так. Ну, отлично. Тогда. Тогда. Да. Смотрим по вариейшнам. Опять же, сравним, чтобы нам не влететь с вами на большие деньги. Опять же, мета уровень. Астрактивный хитпоинт меня интересует. И в данном случае еще меня интересует... Ну, в принципе, Power Grid и Switch давайте посмотрим. Значит. Да. Т2 самый сильный. Самый сильный, конечно, Т2. И стоят они... Ну, ребят, одну штучку купите. Я думаю. Вот. Или вообще вы можете танковаться не так, как я. Не обязательно. Да. Вот. Вот мы с вами теперь получили 1250. Без него, соответственно, мы получаем 1000. То есть, на этих уровнях это достаточно хорошо. И опять же, мне прямо нравится. Ровно... Тут прямо ровно 106,3 мегаватт мы с вами заняли. Вообще ужас какой-то. Так. Ну, отлично. Вот. Вот такой фит корабля меня вообще целиком устраивает. Единственное, что я забыл еще докупить линз. Да, кстати, обратите внимание, ребят, стало карго меньше. Да. То есть, ну, там, конечно, достаточно места. Но было 375, а стало, допустим, 333. То есть, это такой важный показатель. Если вы что-то перевозите, и у вас корабль ориентирован на перевозку, то имейте это в виду. Так. Забыл я докупить линзы на более дальнюю дистанцию. Хотя на такой скорости мы с вами догоним, по-моему, кого угодно. В ПВЕ я вообще не помню, чтобы какие-то фрегаты элитные даже на четвертом уровне перемещались быстрее, чем там 600-700 метров в секунду. Поэтому с нашими 1200-ми мы догоним его в любом случае, даже если он будет от нас удирать напрямую. Так. Но, тем не менее, все-таки давайте в том числе возьмем и кристаллы стандартные, то есть, которые на более дальнюю дистанцию ориентированы. Ну, обычные стандартные кристаллы. Берем 5 штучек здесь, и потом еще... Чего? Да, знаю я, не важно. 5 штучек здесь, и сколько там еще? 3 штучки, соответственно, дополнительно. Да, знаю в курсе. Ну, зараза какая. Вот, соответственно, вот. Вот это все теперь мы с вами пихаем себе в инвентарь. Так, минуточку. Еще 8 штук. Туплю. Двойной боезапас же. Да-да-да-да-да-да-да. Не важно, что они дороже. В данном случае не важно. Все. Вот так. Вот в таком фите выполнять миссии второго уровня будет одно удовольствие. Я больше, чем уверен. То есть, с дамаж контролом мы с вами получаем 60% резисты на все виды урона на хуле, соответственно, на структуре. Рейнфорд Балк Хедс даст нам дополнительный запас, то есть структуры у нас станет больше, чем армора. До того, как нас победит структуру, у нас будут держать щит какое-то время, и броня сама какое-то время тоже будет просаживаться. Не так уж и много времени понадобится, чтобы это все просадить, но тем не менее. Ну и, в общем-то, у нас с вами есть отчинивалка, которая великолепно будет нам с вами отчинивать раз на моих скиллах 30 хп раз в 19,2 секунды. Не в 24, как номинально, а именно в 19,2. Так что все замечательно. Или у нее номинально столько? Особенно фиг его знает, может и номинально столько у нее было. Ну ладно, неважно. Ну что ж, все. Фит мне нравится, вообще шикарно. Он не очень дорогой, как вы понимаете, но его можно удешевить. То есть что-то взять, там, дамаж, контрол поменьше взять, балки хиады взять, Т1. Да, там, ну, а в Тербернер можете взять 1, ну, конечно, нежелательно. Но если у вас ядро не позволяет, а, скорее всего, оно у вас не позволит, то берите тогда 1 МН Афтербернер вместо 10 МН. Может быть, вот этих поменьше поставите. Но в целом это все так уфитчиво ему, скажем так. Ну что ж, отлично, друзья. Мне очень все нравится. Теперь давайте вернемся, соответственно, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте вернемся в Тару. Так, я сейчас, мне надо, на самом деле, это место забить уже в карте себе, чтобы оно у меня было всегда, ой, пардон, чтобы оно всегда было при себе. Так, соответственно, Safe Location. Давайте сохраним его просто как Тару, просто чтобы не помнить, где оно, не забывать потом за него лазить. Так, Set Destination, все. Соответственно, теперь оно у меня будет всегда вот здесь иметься, скажем так, находиться, и я смогу всегда работать, естественно, здесь. Так, ну все, ребят, стартуем на нашем с вами замечательном, на мой взгляд, уфичном кораблике. И поехали. Сегодня нас с вами ждут миссии второго уровня, друзья. Так что всем, что называется, приготовиться. Так, вот он наш с вами красавчик. Уф, ты, Мегатрон, какой красавец тут рядом, да? Так, вот это Мегатрон корабль. Да. Так. О, Паладин. А, нет, это Апокалипс. Я думал, это два. Отлично. Так, ну что ж, друзья, вот он наш с вами красавчик, уфиченный до зубов, что называется. Вот у нас с вами две группы наших лазеров, о которых я вам говорил, да? Включаем дамаж контрол. Соответственно, сейчас вы можете увидеть, что у нас текущие резисты на корабле составляют 60%, как я и говорил, по низу, да? То есть, соответственно, суммарно у нас с вами эффективное хп. Тут, кстати, можно переключить в холл репейр рейд, чтобы вы видели, как у нас с вами отчинивается холл в случае чего. 5809 хп. Пробить такую оборону достаточно трудно, особенно с отчинкой постоянной. И пробить ее достаточно будет проблематично, в общем-то. Прикольно. Тут сделали такую дорожку. Дорожку. Это рекрутеры вот так размещают. Те, кто рекрутят в своей корпорации, они вот так размещают такую дорожку. Прикольно. Типа, идите все к нам. Интересно. Монтикор-пират. В 300 метрах наблюдатель. Так, ну ладно, ребят. Поехали. И, кстати, вот опять же, я сейчас вам, допустим, включу авторбернер. И посмотрите, насколько резко разгонится корабль. Да, то есть, ну сейчас он не разгоняется, конечно, сейчас он выравнивается, но тем не менее. То есть, его максимальная скорость составляет 1289. Реально. Это огромное количество. Это огромная скорость для этого корабля. Вот. Поэтому супер. Вот. Ну, конечно, как вы уже наблюдаете, у нас с вами с выравниванием, в общем, проблема. То есть, агильность у корабля значительно меньше, чем у того же Гзекюшнера. Поэтому, естественно, что перемещается он, точнее, выравнивается на цель, элайнится, что называется, выполняет элайн на цель, значительно медленнее, чем экзекюшнер. Вот так, господа. Ну что ж, достаточно неплохо. Значит, теперь давайте посмотрим. Мы с вами летим в Тару, соответственно, там нас с вами ждет агент. Есть у нас с вами кто из агентов-то? Есть? Нет? Нет, да. Нельзя посмотреть, кто из агентов здесь у нас с вами находится. Так. Ну да ладно, фиг бы с ним. Долетим мы с вами достаточно быстро, потому что, ну, скорее всего. Давайте попробуем, опять же, выравниться на какую-нибудь другую цель и посмотрим, сколько у нас с вами это займет. Полный разворот на цель без включенного авторбернера. Ну, нет, достаточно быстро. То есть, там у нас с вами АБ помешал и станция. А так вот без авторбернера мы достаточно быстро выравниваемся. Так что долетим мы с вами относительно быстро, я думаю. Соответственно, теперь нас с вами ждут миссии второго уровня. Миссии второго уровня от первого отличаются не очень сильно, но там уже начинают появляться корабли более интересные. То есть, это корабли, как правило, класса Destroyer в том числе вам будут встречаться. И на некоторых миссиях в качестве такого босса можно, есть возможность встретить даже этот, как он называется, даже крузак. Вот, то есть, не очень мощный, но крузак все-таки. И продавить крузер будет уже значительно сложнее. Так, что тут такое? А, показался. Вот, продавить крузак будет уже значительно сложнее. То есть, это реально такая проблема. Поэтому даже на 8 лазер, который у нас с вами сейчас есть, это хорошо, что вот у нас, скажем, скиллы позволяют нам раскачать достаточно хорошо наш ДПС. То есть, у нас ДПС сейчас составляет 175,5 ДПС. Это столько же, сколько у нашего крузака. То есть, крузак у нас 171,5, 171,7 ДПС. То есть, мы с вами пересядем с этого корабля на крузер, а дамажить будем даже чуть слабее, чем Destroyer. Представляете себе, да? Вот, собственно, чем ценен Destroyer. То есть, он маленький, он шустрый, слабовато утонкованный, но зато бьет он что надо. То есть, бьет по мощности, равной мощности крузера. У крузера, конечно, свои преимущества. То есть, он, понятно, более здоровый, он более неповоротливый, у него в том числе меньше вооружения, но зато крузак, соответственно, за счет своей брони, за счет своей структуры и вообще более высоких показателей по плотности, собственно, он и к тому же с значительным увеличением количества лоу и минслотов, которые там есть, он позволяет утонковать его значительно сильнее. Поэтому для миссии, допустим, третьего уровня, крузак уже гораздо более предпочтительным, потому что на Destroyer вы там выживете только в случае, если будете обладать хорошей скоростью и хорошо шевелиться в бою. То есть, и то, и не на каждой миссии, возможно. То есть, вот опять же, со скоростью в 1300 метров в секунду, как у нас с вами сейчас, примерно, с такой скоростью, да, возможно, вы действительно сможете выполнять даже миссии третьего уровня, но, тем не менее, это будет уже своеобразный челлендж. То есть, это будет достаточно трудно сделать. Поэтому, друзья, старайтесь все-таки... Дайте перезарядить на стандартные линзы. Давайте все-таки... То есть, старайтесь подбирать корабль, если у вас, конечно, позволяют финансы, то есть, переходить к миссиям следующего уровня только в корабле соответствующего класса. Желательно. Конечно, говорю, опять же, можно продолжать и на фрегатиках пополнять миссии второго уровня. Ну, будет гораздо сложнее, но можно попробовать. Вот. На достроере, конечно, мы сейчас с вами тут будем просто всех раскладывать, я думаю. Вот. Соответственно, то же самое касается миссии третьего уровня на крузаках. Там тоже, например, предпочтительно уже надевать батлкрузер, на самом деле. Даже не столько крузак. Так, наиболее комфортно вам будет на батлкрузере, на боевом крузаке, то есть, который значительно круче по показателям боевым и значительно круче по показателям танковки, потому что это предкласс перед линкорами, перед батлшипами. Давайте пока летим, я вам покажу. Здесь мы с вами зайдем сейчас в... Ну, пусть зайдем в маркет. Вазис я не буду открывать. Соответственно, здесь мы с вами, если посмотрим батлкрузер, вот эти штуки, и возьмем стендер батлкрузер, соответственно, у нас у Амаров очень красивые батлы, и батлкрузеры в том числе. Особенно мне нравятся профессии. Сейчас я вам все их покажу. Вот смотрите, то есть у нас с вами есть вот такой батлкрузер, Харбингер. Вот такой красавчик. Замечательный крузак, соответственно, отличная штука, но, в принципе, он больше предназначен для нападения и усиления, потому что может фитить Warfare Links, которые позволяют, насколько я знаю, усиливать, усиливать то ли свой корабль, то ли усиливать этих, как они называются, елки что-то зеленые, Warfare Link, то ли усиливать флот. То есть тут, ребят, я точно не скажу, с Warfare Link я никогда не имел дела, но знаю, что такие штуки существуют, единственное, что тут толком не знаю, как они работают. По-моему, это флит вещи, то есть он больше для флотов. Oracle, чисто батлкрузер нападения, он стоит очень дорого, как вы можете наблюдать, дороже всех остальных, по одной простой причине, ребят, он, это батлкрузер, то есть корабль класса Medium, но он может, согласно своей роли, уфитить большие турели. При этом не просто может, а он может их поставить, потому что у него бонус существенный к CPU, то есть к Power Grid и CPU, которые нужны для установки. То есть он может себе позволить большие модули, чего не может позволить себе ни один батлкрузер другой. И кроме всего прочего, естественно, их становится дешевле активировать. То есть обычно большие модули сжирают очень много энергии, которые на батлах нормально, а вот на батлкрузерах просто композитора не хватит. Но здесь, в соответствии с этим бонусом, то есть Oracle, вот эта штуковина, очень красиво, опять же, выглядящая, так футуристично, этот батлкрузер, он не очень, кстати, давно был введен, он реально позволяет дамажить как ненормальный. То есть вы дамажите на уровне батла, но размерчик у вас, и утонковочка, и скорость, как у батлкрузера. Очень неплохо. Но его цена как бы соответствует. И очень интересный внешний, достаточно хорошо утонкованный батлкрузер, обычный и очень красиво выглядящий, это професси. Он мне, знаете, чем-то напоминает грифонов, да, вот с такой древней мифологией, то есть это такой товарищ с большим клювом, такой толстенький, пукленький, вот сзади он так и достаточно убедительно выглядит, такой вот, типа истребитель, но толстоват, немножко переевший, беременный истребитель, но красивый, то есть реально красиво выглядит, особенно, кстати, красиво выглядит его вариация D2, которая называется Command Ship, это, как же он, Damnation, Damna, вот, то есть Absolution, соответственно, это Харбингер переделанный, вот такой вот этот Т2 Крузер, Т2 Баттлкрузер, точнее, и Damnation очень выглядит красиво, такой черный, с голубыми огнями корабль, но это уже, скажем, отдельная песня, у меня, допустим, на них скиллов нет, и чтобы не на них разучиться, мне нужно аж 90 дней, то есть это пипец какой-то, вот, но это специфичные корабли, конечно, они не для ПВЕ, они для ПВП, используются в сугубо таких, флитовых ролях, вот, а тем временем, друзья, мы с вами практически уже, между прочим, долетели, и нас с вами уже совсем скоро ждут те самые, да-да-да, те самые миссии второго уровня, кстати, что касается нашего кораблика, мне еще интересен такой момент, а могли ли мы с вами зафитить дронов, нет, не могли, соответственно, этот корабль, вот, которым мы с вами сейчас летаем, Сорсер, в отличие от Драгуна, он не имеет возможности установить себе, использовать точнее дрончиков, то есть он как бы сам по себе, но в этом нет ничего страшного, так что отправляемся, друзья, вот мы с вами находимся уже в, где? Бежеба, система, соответственно, дальше у нас с вами идет Януиль, ну и там уже совсем недалеко нам с вами осталось до, совсем недалеко нам с вами осталось и до миссии, а у меня тут доучивается Jump Fuel Conservation, после которого я наконец-то смогу начать изучать Калдари карьер, эх, скоро, ребят, на карах полетаем, ну как скоро, стоят они, блин, дорого, но денег мне, конечно, на них, скорее всего, не хватит, учитывая особенно, что мы с вами будем еще миссии выполнять, то есть я буду тратить деньги на покупку кораблей, которые, в принципе, мне не нужны, но, тем не менее, будем их покупать для того, чтобы снимать ролики, но, ладно, то есть с карьерами сначала надо расучиться, раскачаться, как следует, а потом уже их надевать, то есть просто то, что я смогу сесть на карни, это не говорит о том, что мне надо сразу на него накинуться, но, конечно, хочется, да, хочется сесть на карьер уже, на самом деле, скажем, я в таких-то таких отдаленных своих мечтах нацелился на один из суперкаров, вот, конечно, я знаю, что суперкарьеры надевать, это надо просто отдельного персонажа, на самом деле, под них раскачивать, потому что суперкары не могут нигде докаться, и они все равно находятся в открытом космосе, соответственно, За ними нужен глаз да глаз И оставить его просто так нельзя И потом суперкары, конечно, только в крупных корпорациях используются Там так же, как и Титаны Но мне до него совсем недолго раскачивается Суперкарьеры Он очень такой красивый Мне понравился фракционный саншевый суперкар Ревенант Очень красивый товарищ И по бонусам он мне понравился Да и фракционка Достаточно мощная такая штука Мне до него совсем чуть-чуть осталось раскачаться Но это так Просто, знаете, хочется сесть, поиграться Почувствовать себя в большой машинке И потом, соответственно, вылезти из него И забыть о том, что это было Ну что ж, друзья, все, пролетели Давайте теперь, соответственно, по старой нашей с вами схеме С заглядыванием в браузер Как я вас учил в прошлый раз, друзья мои Кто не знал, надеюсь, узнали для себя что-то интересное И погнали Итак, приземляшки, друзья И поехали Вот у нас с вами здесь С одинаковыми именами Соответственно, экзекьюшнер Наш с вами этот Дредноут, говорю Дестройер И крузак Вот опять же, ребят, на крузер пересели Вот крузер, да Опять же, друзья мои 171,7 ДПС Мало Очень мало Но зато у него танковка значительно круче То есть, да, он оттанковывается значительно сильнее Поэтому, разумеется Что он более предпочтительный на миссии будет уже третьего уровня А пока что, друзья, давайте-ка приступим ко второму Итак, обратно на Дестройер И агенты миссии второго уровня Привет, дружище, давайте с тобой побеседуем Найс, все, Алсейч Взаимно, друг Ну что ж The Score миссия Обратите внимание, ребят, на награду То есть, в прошлый раз мы с вами получали за миссии первого уровня 30-40 тысяч исков Здесь мы с вами получаем уже 188 тысяч в качестве бонуса За полтора часа выполнения, да То есть, это, ну, как вы понимаете, в три раза больше Там, в два-три раза То есть, это существенно такая, в зависимости от миссии Но в два-три раза больше Поэтому это существенно прибавочка Поэтому, да, конечно, предпочтительнее Как можно быстрее переходить к миссиям следующих уровней Название знакомое Но давайте, тем не менее, глянем, ребят Не забываем это делать обязательно Значит, заходим в Google Google.com Так, надо мне, кстати, тоже его заложить Блин, чтобы у меня в букмарках было дремов Google URL, не надо мне такого URL Мне, пожалуйста, обычный URL Все Так, add Все, чтобы он всегда был при себе И вбиваем The Score Level 2 И в Survival Опять же, заходим на этот сайт И смотрим Level 2 Соответственно, фракция Serpentis Скорее всего, в нашем случае Давайте посмотрим, против кого мы будем воевать Потому что бывают разные фракции От этого зависит С кем вы будете воевать Соответственно Fraction Ну что за фракция? А, это Blood Raiders Соответственно, верите, это немножко не то То есть нам с вами нужен Не Serpentis А именно Раса Blood Raiders Как там она? Blood Raiders Почему? Потому что Это влияет на Саму миссию Это не обязательно влияет Только в том смысле Что вот Видите Blood Raiders Да То есть это влияет не только Вот БР Blood Raiders То есть это влияет не только на Фракцию С которой вы воюете Также влияет В том числе Может влиять на Состав миссии То есть Миссия от фракции к фракции Может отличаться Ну что ж, давайте посмотрим Значит Blood Raiders Соответственно Dead Space Будут делать по нам Электромагнитный термальный урон Для нас это плохо В том смысле Что у нас Танков по хулу Но в принципе По броне Если бы была То нам бы было плохо Потому что броня Хуже всего сопротивляется Электро... Или лучше всего Что-то по-моему Нет, ребят Собрал ведь Да, у брони Самый хороший сопротивление Электромагнитки Я со счетом перепутал Да Наоборот Для нас это очень хорошо Очень хорошо было бы Видите Значит рекомендуемые Крузаки Это тяжелый фрегат То есть Т-2 Или крузак А мы с вами на дострое Пролетели И что никто нам С вами слов не скажет Но тут есть проблема Друзья Смотрите То есть тут уже появляются Люди Ну в смысле Персонажи Которые Могут вам Очень серьезно Помешать В выполнении миссии То есть смотрите Первая группа В 35-40 километрах От места при варпа Это два фрегата Которые обладают Функцией Weapon Disruption Это что такое Это они вас залочат Применят свои модули И если силы Ваших сенсоров Не хватит Вот этих сенсоров Где они тут у меня Где у меня эти сенсоры Вот Redder Sensor Strength Если они по радару Вас продавят То они Нарушат Функцию наведения Ваших орудий И промазывать Вы начнете Значительно чаще Если цели тяжелые И неподвижные То все нормально Вы практически Будете всегда попадать А вот если цели мелкие Допустим Эти засранцы Прилетят к вам поближе И начнут вас дизить То В общем Будет достаточно тяжело По ним попасть Вот Вот такой момент Друзья Соответственно видите В группе 1 Вас уже встречают 2 фрегата С функцией Weapon Disruption Может быть разная функция Дальше 1 Destroyer Сразу вас встречает Во второй группе Вас будут встречать 5 фрегатов Опять же вот Ну тут не написано Что они умеют Дизраптить Значит не умеют Да И Третья группа Самая опасная Там 3 фрегата 1 Дестер И внимание 1 Крузак То есть нам с вами На Destroyer Против Крузака Будет уже Так попотеть Очень у нас с вами Удачно ребят Миссии выпадают Что в прошлый раз Что в этот То есть реально Можно поэкспериментировать А теперь Есть Вариант по Блиц Прохождению То есть по быстрому Прохождению Это убийство группы 3 То есть как только Вы уничтожите третью группу Миссия будет считаться Выполненной Это уже ребята Методом исследования Те кто пишут миссию Они В смысле те кто пишут Прохождение Методом исследования Уже это поняли То есть можно просто Уничтожить третью группу И свалить Возможно что даже Первая и вторая группа На вас агриться не будут Но мы с вами убьем Первую и третью Для того чтобы Посмотрели что такое Weapon Disruption И посмотрели что такое Сражение с Дестройером И соответственно С Крузаком Что уже более интересно Так Соответственно Все отлично Нажимаем естественно Accept Да Ставим себе Destination сюда Нажимаем Accept Да Все И поехали Взлетаем И без долгих Предисловий Что называется Понеслась Будет весело Ну я думаю Опять же Стартуем Конечно Ребята То что я сейчас Выполняю Я вам показываю Скажем еще с ненастроенным Овервью Это понятно У меня не открыт Локал чат Многие может быть Это уже заметили Ребят Но я не мониторил Локал чат Потому что мы с вами Находимся в достаточно Хайсечных системах Достаточно защищенных И летаем на достаточно Слабеньких кораблях Поэтому мне не страшно Что кто-то появится С пиратов И начнет за мной гоняться Ну погонится И хрен с ним Но в целом Конечно по хорошему Вы должны летать Да С открытым локалом Вот То есть с открытым локалом Без чата желательно То есть Вот так вот Лазить И постоянно Мониторить локал Да еще и подскан Постоянно смотреть Что там собственно Происходит вокруг Вот Но ребят Я этого не делаю Просто потому что Опять же говорю Система достаточно защищенная И с малым количеством народу Поэтому мне в общем Сейчас я не беспокоюсь Насчет пиратов Вот если бы мы с вами Тут летали на каком-нибудь Фракционном корабле Ой Не то Не то Если бы мы с вами Сейчас летали на каком-то Фракционном корабле То Да Тут уже было бы Отличительно веселее То есть тут я бы уже куда Внимательнее наблюдал За Локальным чатом И за подсканом Но тем не менее Наш с вами фракционный У нас не фракционный корабль А совершенно обычный дестер Так что Не страшно И кстати Настройки Еврови Меня пока что Целиком устраивают Для наших целей Их достаточно Стандартных настроек Такс Ну что ж Собственно ребят Подварпываем И Что называется Приступаем потихонечку Вот у нас с вами Акселерейшн гейт Здесь Он нас перенесет Ровно на нужную дистанцию К нужным Этим Как они называются Кстати ребята Брать внимание Музыка изменилась Не знаю будет слышно ли Но послушайте Такие интересные такие Боевая достаточно музыка А вот кстати друзья Оказывается что мы с вами Не имеем возможности Убить сразу же Третью группу Тупо потом А нет имеем Посмотрите Потихонечку спавнится Группа раз Вот она Группа два Насколько я понимаю Вот она И группа три Вот видите Большой крестик Это как раз Крузак Вот он Архривен Соответственно Мы с вами На нас никто не сагрился Пока что Поэтому естественно Мы можем атаковать Кого угодно То есть можем Сразу на ту группу пойти Можем на первую группу пойти Можем пойти на вторую группу Ну давайте опять же Воспользуемся Тем что мы знаем Что дизераптор у нас с вами Находится вот здесь В первой группе Насколько я понимаю Или нет Где там должно было быть Сколько там кораблей Пять что ли В первой группе Там должен быть Дестер один Я помню Один Дестройер И парочка фрегатов Значит эта группа Немножко не та Давайте посмотрим По их названиям Чтобы особо не путаться Значит и в Сурвайвл Еще разочек The Score Левел 2 Блад Рейтер Да елки что и зеленый Как же здесь кстати говоря Неудобно что нельзя Прямо в строке браузера Блин Сурвайвл The Score Левел 2 Blood Raiders Так Вот она Кстати ребят Не делайте как я Не закрывайте никогда Браузер Вы открыли Месяц верните ее Чтобы она Сыра была Перед глазами Могли открыть Сразу посмотреть Значит Два фрегата Один Дестер Коллектор Или Сикеры Плюс Конвертер Давайте найдем Коему такого Ну к сожалению Конвертера здесь нет Поэтому угадать Кто из них Без трое Я не могу Коллектор и Сикер Коллектор Коллектора тоже нет Ну к сожалению Да Так что какая из них Группа 1 Какая группа 2 Я не скажу Скорее всего Учитывая что здесь Их трое Наверное эти Поэтому Собственно Да Вот он Дестер Во Смотрите По картинке Даже очень похож на наш Смотрите Вот он Красавчик Вот поэтому Да Это группа 1 Поэтому Что называется Все резисты включены И Собственно Бонзай друзья Значит Берем орбиту В 7500 метров Скорее всего Сколько у нас Ооо Кинал 9 Так Значит Блин Светка Значит Сделаем В районе 10 тысяч метров Используем Именно И давайте Сразу берем Их всех влог Там Недолго думая Что называется И Поехали Корпитемплар Максимальная скорость Ух Разгон На цель Полный Отдаст Друзья Так Ну что ж Очень быстро Ну разгоняемся Конечно Не очень быстро Но приближаемся Очень быстро Так что Поберегись Что называется Мы с вами Совсем рядом И сейчас Ребята Вы сможете оценить Насколько тяжело Лупят 8 райзеров Так Практически рядом Практически вблизи Кто первый Оказывается Вблизи Тот и получится Так По нам Уже начали попадать Несмотря даже На нашу С вами Скорость Эй 8 лазеров По Отлично Вообще Шикарно Одного Уже вынесли Вот смотрите Друзья Вот Трекинг Дизраптед Видите То есть На нас С вами Вот здесь В overview Это тоже Показано Что Пайлот Трекинг Дизраптед То есть У нас С вами Дизраптед Вот такими Нехорошими вещами То есть Мы с вами Начинаем Хуже Наводиться На цель Но нам Это не страшно Потому что Мы в любом Случае Будем по ним Попадать Хотя и Не постоянно Видите Миссис 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 Процесса Ну что Дестер Побеседуем Ааа Неплохо Так мы сами По нему Промахиваются Даже из-за Своей Собственной Скорости В том числе Не успеваем На его Наводиться Даже как Хотя Кстати У нас Дистанция Вообще Великовато Нам бы Поменьше Что Давай 8000 метров Поставим Давай Приблизи К нему Он пытается Удерживать Нужную Скорость Заданную Да Но У него Не очень Получается Сейчас в принципе Лучше даже Убрать Авторберн Для того Чтобы С правильной Скоростью Мы выдержали Правильную Дистанцию И естественно Попадали Точно По кораблю Потому что Он по нам Хорошо Попадает Сейчас Скорость Снизится Начнем попадать Нормальный К тому же Когда приблизимся К нему Достойную Дистанцию Уже Начались попадать Нормальный Видите Уже начали попадать Вот Вот Пошел Процесс О Хорошо Кстати Ребята Обращаю ваше Ваше внимание Когда попадаете В противник Как правило Ну часто Достаточно Он вспыхивает Эта иконка Пульсирует При том Что вы попали Вот То есть Ваша скорость Это не всегда Ваш друг Ребята Она может быть И вашим врагом Это достаточно Такой Интересный момент Ну вот И все Развалили Дестанцию Нас кстати С вами Очень нехило Так продавили Несмотря на Нашу скорость То есть Поскольку Это цели Маленькие Нам с вами Они хорошо Навтыкали Но нам не страшно Потому что Мы с вами Утанкованы Напомню в структуру И у нас с вами Отчинилка Стоит именно На структуре Так Ну сейчас Кстати уже Имеет смысл Ее врубить Чтобы она работала На постоянку Так Ну что ж Нас будут интересовать С вами Вот эти Товарищи А Надо к ним Приблизиться Да Пардон Давайте пока что На авторбернере Дистанцию Выдерживаем Оптимал наших Орудий То есть Если без Авторбернера То он будет Выдерживать Эту дистанцию Достаточно Хорошо Я думаю Да кстати Ребята Еще обращаю ваше внимание На то что Щиты восстанавливаются Самостоятельно Понемножку А холлана И армор Они этого делать Не умеют То есть Их нужно Отчинивать самостоятельно Если у вас нет Отчинивалки на армор То придется Ее починить Вручную Когда вы приземлитесь На станцию Вот Ну кстати говоря Миссия Дескор По моему Является Одной из самых Сложных миссий Как второго Так и третьего Уровня То есть Это реально Такие Ну это проблема То есть Если ее Выполнять На таком Достаточно Слабеньком Корабле То Рядом Будут проблемки Вот Поэтому Я не рекомендую Сюда на самом деле Лезть даже на Достроере Желательно Иметь все таки Крузак Поехали Начинаем Обстрел С фрегатиком Будем разбираться На большой скорости Так Вырубаем Следующий На кстати С вами Продолжают Неплохо Дезраптить Причем Сразу Трое Точнее Двое Это нехорошо На теме Меде мы с вами Справляемся Пока что Все нормально Отлично Росчерк лазерных Лучей Но нас с вами Пока еще Достаточно Сложно Продавить Ох Хорошо Попали Так Это слишком Близко Вот смотрите Ребят Ситуация Когда слишком Близко Противник Берите Мультифрики Видите Как быстро Вынес С одного Попадания Практически Все То есть Это Опять же Вот чем Хороши Амары Они Без проблем Вообще Меняют Ох Стоп Мы с вами На крузак Накинулись Причем Накинулись Так как сильно Прям рьяно Прям кусаемся Давайте сначала Уничтожим Темплар О кстати У нас с вами Еще другие Подлетают Потихонечку Эй Ребята Ничего 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 Это вас Дело дает Так Крузак 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 Как от нас Стал отхватывать Сильно Ребят Заметили Так Ну ладно Скоро мы с вами Тоже начнем Отхватывать Давайте Побыстрее Вынесем Дестройер И займемся Уже Да Дестройер Практически Вынеси Я тебя Остановлю Сейчас Давай Немножко Направляю Ребят Корабль В правильное Русло Потому что Когда бьется Обо всякие Окружающие Объекты Он может Начать Собственно Приостанавливаться Там Менять скорость И тому подобное То есть Это будет Достаточно Плохо Так Все Вынесли Давай теперь Займемся Так Нормально Нормально Ока Видите Как хорошо Крузак Продавливается Да Он как Отлично Вот Так Это Крузер Ребят То есть Он Значительно Более Утанкован Чем Мы Напомню Но Опять же Понятное Дело Что Это происходит Потому что На моих Скиллах Достаточно Мощный Дамаг Выходит И мы Находимся На оптимальном Ренже Наших Орудий Все Крузак И исчез Заметьте Журнал Замигал Имеет Смысл Ребят Всех Поубивать А сейчас Мультифриками Расстреляем Видите Как быстро Расстреливаются На правильной Дистанции С правильными Линзами Это относится И к другим Типам Патронов То есть С правильным Подорванным Оптималом И фолов Соответственно Если цель Находится На оптимале Ваших Орудий То попадание Нанесет Максимальный Урон На который Вы способны Соответственно Это реально Здорово Поэтому Никогда Ребят Не брезгуйте Менять Типа Патронов В зависимости От дистанции Тем более Что Амары Никак Этим Не стеснены В средствах Потому что Они могут Без всяких Попросов Менять Патроны В любой Момент Времени И очень Быстро Вот Так Еще кто Тут у нас Затесался А ты Кто Тоже Фрегатик По-моему Вот видите Тоже Он На 4000 То есть Наш с вами Оптимал Ну конечно Оптимал Вместе с Фолов Он позволяет Но дамаг Будет не очень Большой А у Мультифриков Оптимал На моих Скиллах 4890 Он почти На нем Находится То есть Соответственно Если сейчас Я приму Шарахну Пока он Далеко Не улетел От него Мало чего Останется Все Друзья Вот и все Это в общем Одна из самых Тяжелых Миссий Второго уровня То есть Тут у нас С вами Никаких проблем Мы не испытали Мы порадовались Мы получим С вами Достаточно Неплохую Награду За убийство Каждого из них То есть Это будет Такая Неплохая Прибавочка К общей Награде За миссии Поэтому Разумеется Друзья Все То есть Хул У нас с вами Можно не отчинивать Мы до него Так и не дошли Единственное Что То есть Я рекомендую Вам Ребят Если вы Танкуетесь В хул Допустим Или в щит И вам Продавливают Броню То есть У вас нет На нее Отчинивалки Починка Брони На станции Будет стоить Достаточно Дорого Особенно Если корабль Тяжелый Какой-то Большой Если Щиты Восстанавливаются Самостоятельно И как только Вы сели На станцию И взлетели С нее У вас Щиты Сразу Станут Сто процентов Всегда Капоситор По-моему Тоже Так же Восстанавливается Сразу На сто Процентов Но Вот Хул И армор Не восстанавливаются Их нужно Чинить Отдельно Поэтому Если вам Жалко Денег Ребят А я надеюсь Корабли Там Баттлшип Приходилось Очень серьезно Ремонтировать На очень большие Деньги Это вылетает Реально Поэтому В принципе Желательно Для таких Случаев Иметь Отчинивалку Обычную То есть Купить Обычную Отчинивалку Самую дешевую Не надо Искать Т1 Или Т0 В смысле Мета 0 Берите Самую дешевую Опять же Ребят Вспоминайте Что Самая дешевая Не обязательно Самая хорошая Вот И наоборот То есть Может быть То что стоит Дешево Оно на самом деле Окажется одним Из самых хороших Модулей Не забывайте Ребята Их сравнивать Всегда об этом Повторяю Значит Купите себе Отчинивалку Взлетите в космос Ну вот Выполнили миссию Сели на станцию Замените в своем Фите Что-то на Отчинивалку Брони Или хола Соответственно Починитесь В космосе А потом сядьте обратно Таким образом Вы достаточно Серьезно сэкономите Вот Тем более Что вы один раз Купили отчинивалку И больше не паритесь Да Так Ну что ж Давайте все Беседуем с нашим товарищем Ооо ты вернулся Если есть что-то Что тебе нужно Просто спроси Но Ты же должен был Закончить текущую миссию Правильно? Ну в общем то да Поэтому мы называем Complete Mission Отличная работа Allsage Вы все сделали хорошо Вот ваша награда Соответственно Мы с вами получаем Все что от нас Требовалось Вот друзья С чем я вас и поздравляю Миссия второго уровня Выполнена Теперь Теперь Поскольку мы с вами Уже посмотрели Одну из самых тяжелых Миссий Второго уровня Я предлагаю вам Слетать еще На одну миссию Второго уровня Но уже на крузаке И вы посмотрите В чем будет разница Ну конечно Вряд ли нам с вами Сейчас снова дадут Заскор Чтобы можно было сравнить Да Но все таки Все таки Все таки Ну давайте сейчас Ребята я не буду бегать За починивалкой Хотя может Прямо на станции Есть отчинивалка Давайте глянем Армор Репейер На нем Выполнить миссию Опять же Второго уровня Снова И опять же Поскольку сейчас Мы с вами пойдем На второй уровень А потом На третий То вы сравните Насколько Изличается дамаг На втором И на третьем уровне Даже на миссиях Не самых сложных Давайте с ним Побесируем Для начала Что он нам сейчас Предложит Может быть Снова Заскор Нам повезет Нет Дедли Райвал Соответственно Здесь миссии Против Голенской Федерации Скорее всего Баунти не будет Ну и фиг с ним На самом деле Здесь нужно просто Да То есть тут нужно Просто поисследовать Руины То есть Видите Тут написано Ребята Читайте внимательно То что написано Исследуйте руины То есть просто Долетите до них Затем вернитесь К вашему агенту То есть тут Не надо Убивать никого Скорее всего Там будут Такие силы Которые на крузаке Раскормить Будет Достаточно трудно Поэтому Нажимаем Accept Давайте попробуем Опять же У нас с вами Afterburner Сколько я помню Стоит Да Кстати у нас с вами Deplitz На стандартных линзах Он же блин У нас с вами Deplitz Заканчивается Короче Копоситор Ну правда За 15 минут За 15 минут Кого угодно Раскатаем Так что наплевать Окей Друзья Так отлично Значит теперь Стартуем Поехали Нам с вами Прямо в этой же системе Нужно будет все сделать С Afterburner Получится достаточно быстро То есть на 600 метров в секунду Мы без проблем Я думаю доберемся Туда Которое нам с вами нужно Так Deadly arrival Encounter Warped location Виды 0 Врубаем все виды резистов И опять же Ребята Обращаю ваше внимание На то Насколько прочными Станут наши с вами Показатели То есть опять же Наша сопротивляемость По конкретному виду вооружения Это 70-80-76% По конкретному виду урона Сейчас я не смотрел Описание миссии Потому что мне все равно Против кого мы с вами Танкуемся По той простой причине Что сейчас у нас с вами Нет цели Или долететь и свалить Поэтому вообще не имеет значения Что вы танкуетесь Ну если интересно То конечно можете посмотреть И почитать там Затамковаться в нужный урон Но убивать там никого не придется Потому что скорее всего Там сейчас будет Такое количество противников Которые на крузаке Осилить нереально Ну или по крайней мере Для этого нужно иметь Очень хорошую раскачку Очень хорошее обмандирование Такс Ну в общем то Мы с вами уже недалеко Я думаю Да мы с вами уже подварпываем Котели нашего путешествия Соответственно Ждем прогрузки Руин Где оно Ждем 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 Бекон Где руины А вот они Все Соответственно Разворачиваемся на них Включаем АБ И поехали Соответственно Здесь у нас с вами И обязательно Помним о том Что нам нужно будет свалить Как только замигает Вот эта штука Как только замигает Дернал Значит что мы с вами Как-то продвинулись По миссии То есть либо на следующий шаг Перешли Либо выполнили миссию Поэтому ждем мигалки И готовы Скажем Вот нажимаем на эту штуку И готовы нажать Вот эту кнопку Вот То есть Просто летим И ждем Наш с вами Автербернер Поможет нам достаточно быстро Долететь до точки нашего назначения То есть 33 АУ Это конечно Далековато было бы Но до Собственно Вот этих Руин Нам всего лишь с вами Там 43 километра 42 То есть на такой скорости Мы достаточно быстро До них Доберемся Ну вот все друзья Летим По них Мой ножичку У нас с вами работают Резисты Автербернер Работает Дамаж контрол Но Отчинилок Естественно Пока не работает А нафиг Она собственно Нам нужна Так Отлично Пока что ничего не нужно Пока что все хорошо И И Ждем Ждем Мигания Ждем Мигания От этой штуки Как только замигает Сразу валим На самом деле Можно уже даже Во Все Галент Сентриган Ждем 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 Начинают Продавливать Все Замигало Видите Нас с вами заситковали Вебифайт Да Все Быстро сваливаем Потому что Здесь реально Скорее всего Нас бы с вами Продавили уроном Но на самом деле Она уже выполнена То есть все Больше нас с вами Ничего не требуется Видите Поэтому Ребята Читайте Описание Миссии Вот именно Вот этот Objectives Обязательно Читайте Внимательно Читайте И читайте Описание На сайте Потому что Если бы мы с вами Ввязались В бой Там скорее всего Нас спавнилось бы Еще кораблей Это фига И больше И очень известно Чем бы это Все закончилось Я думаю Ничем хорошим Поэтому Друзья Будьте внимательны Ну естественно Эту самую Миссию Мы с вами За миссию Считать не будем То есть Мы с вами Какую-то Боевую Миссию Сейчас Начала Сгоряем Разумеется Друзья Так что Там с вами С оптималом О отлично 14 километров Плюс Минус 20 Хорошо Так Нормалек На самом деле Линзы Майкровэк Конечно Не помешали бы Ну ладно Хотя у меня есть Может быть А у меня есть С собой Ну отлично Тогда Так Все Кстати Что это я летаю С книжкой Дорогущей В ангаре В смысле В рюкзачке Это нехорошо Друзья Это совсем Нехорошо Так Выбрасываем Она должна лежать У меня на станции Нечего с собой Таскать Эта книжка 500 миллионов Это же офигеть Можно Видите Ребят С ней летать В трюме Не надо Кстати Друзья Может сейчас у кого-то Возник вопрос Если кто-то успел заметить А как это ты Летаешь на этом корабле Когда у тебя Стоит галка На АМР Крузер Разученный А на АМР Дестройер Неразученный Скил Не до конца Не до нужного уровня Ребят Все очень просто Раньше этот скил Не требовался То есть После некоторого После некоторого Ребаланса Для изучения Крузаков Стало Необходимо Изучивать Дестройеры В третий уровень У меня они изучены В первой Когда-то требовался Именно первый уровень Поэтому Естественно Никого не стали Ссаживать С тех кораблей На которые Они уже разучились Давно Поэтому Для всех новых Огроков Новая последовательность Изучения А для старых Огроков Можно Не доучиваться То есть Если ты сел На этот корабль Значит ты имеешь Право на нем летать Все Вот Отлично Теперь Давайте Побеседуем С нашим Агентом Эта миссия Не боевая Но тем не менее Говорим Комплит Радуемся Вот Замечательно Теперь Реквест Следующая Миссия Сейвэмэнс Коррея Здесь Так Что нам с вами Нужно будет Получить Вот Найдите Такого-то Сангрелмин Уничтожьте Его корабль И получите Репорты Репорты Это вот эта Штука Соответственно Их нужно будет Привести Сюда В Drop of Location Обратно Домой А прямо В этой же системе Обожаю На самом деле Миссии Которые прямо В этой же системе Выполняются Потому что Это очень просто Ну далеко летать Не надо Без проблем Сейвэмэнс Коррея Вот тут уже Имеет смысл Посмотреть В гугл Точнее На их Сурвайвл И посмотреть Что там Сейвэмэнс Сейвэмэнс Коррея Вот эта штука Соответственно Левэл Два Проверяем Что Вот видите Фэкшн Рог Дронс И Энджел Картел То есть Это В нашем случае Это Кто у нас противник То Не сказано Здесь Ну значит Это миссия Скорее всего В единственном варианте То есть Фракция Растворяйте Ребят Фракцию В данном случае Фракция Видимо Только одна Окей Значит Дэмэдж дилт Термал Соответственно Нам с вами Кстати Рекомендуемый Дэмэдж дилт Дэм термал То есть Как раз То на что Мы с вами Заточены Но Учитывая Что Нас с вами Будут пробивать По термалу Причем Судя по всему Только по нему То Желательно Конечно же Утанковаться В термал То есть Не надо Утанковаться В то Чем вас Бить не будут Смысл Поэтому Естественно Мы с вами Ставим сюда Термальный урон Ну и Скорее всего Я предполагаю Что будет Еще Электромагнитный На всякий случай Как правило Они идут рядом Термальный Электромагнитный Урон Вот Термальный Кинетический Иногда Соседствует По моему То есть Желательно На самом деле Любые комбинации Могут быть Но Двух термиков У меня все равно Нет Адаптивок Тоже нет Хотя В таком случае Если когда Наносится Один тип урона То я бы Скорее поставил По другому То есть Я бы взял Один Целевой Хардейнер И один Энержайст Хардейнер То есть Соответственно Который Повышает Сопротивление Всем видам Урона В равной Степени Вот Господа Ну что ж Отлично Я считаю Что все хорошо Да Кроме всего прочего У нас с вами Да Все линзы на местах Все Супер Значит Теперь читаем Миссию Что здесь Нужно будет Сделать Так Рекомендуемый Кстати Тип корабля Аж Фрегейт Видите То есть На фрегате Эту миссию Тоже спокойно Можно выполнить Хорошо Рекомендуемый Сетап корабля Это Ближний бой То есть Нужно быть На это Заточенным Как только мы с вами Пролетим В 14 километрах Автоматическая агрессия На нас Автоматическая агро Вот эти все корабли На нас с вами Соответственно Полетят Кроме всего прочего На нас В том же В том случае Полетит еще Спаун 1 Это автоматическое Автоматическое агро От двух диэстров И двух фрегатов Так Ну Нас с вами интересует Следующее Кстати Вот здесь обратить внимание Триггер When all killed То есть Когда вы всех Их уничтожите Соответственно Сработает группа 2 И группа 3 Сколько я понимаю Так Блиц Убейте Сангрел Мина Вот На самом деле Может быть Вот это все Скорее всего Ситуация тут будет Скорее всего Следующая То есть Группа будет 3 по приварпу Сразу Одна из них Это соответственно Сангрел Мин На вас автоматически Сагрится вот эта группа Но вы можете На них забить Убить Сангрел Мина Цапнуть то Что из него вывалится И быстренько свалить Как только вы убьете Первую Скорее всего Будет вот этот Спаун 1 С автоматической агрессией На вас Вот То есть Это такой момент Предлагается делать Именно на Экзекьюшнере Допустим На фрегатике Потому что Потому что Потому что Вот эта вот штуковина Она летает отдельно Лучше до нее быстро долететь Быстренько его слить И свалить Вопрос в другом Какой это корабль Это фрегейт Естественно Что на фрегейт Мы с вами Да То есть Мы тут последуем совету И оденем Да Не крузак Оденем мы с вами Именно Фрегатик Для скорости Ребят Просто для скорости Для того чтобы быстро долететь Быстро сделать то Что нам с вами нужно И очень быстренько Свалить оттуда Ну в надежде Что нас с вами не убьют Вот эта группа Нас с вами не разорвет Пока мы тут занимаемся Сангрел мином Единственное что У нас с вами Максимальная скорость Передвижения какая О Отлично 1165 На Одином и на Вторбернере То есть Прекрасно Ну я думаю Да Так что На крузаке Придется с вами Посмотреть еще одну Миссию Друзья Мэш Это нам с вами Вот в этом случае Нам с вами Не прет Немножко Чувак А я уже ее принял Так Соответственно У нас с вами Здесь есть все Что необходимо В фитинге корабля Все в порядке В карго Валяются нужные Нам с вами Линзы Все замечательно Сальвак модуль Не понадобится Но еще бы с ним Стартуем Быстренько летим К месту Нашего с вами Назначения Стараемся Очень 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 быстро Разобрать Encounter Dead Space Очень быстро Стараемся Разобрать Противника И собственно Того Вот видите Это место Место Пряток Ну что называется Место где спрятался Сангрел Мин Она находится Посерединка Где-то В космосе И там есть Дроны То есть Задронов Кстати Никогда нет Баунти Никакого То есть Их убивать Бессмысленно Хотя они Очень противные Назойливые Вот То есть Нам с вами Нужно будет Уничтожить Именно Сангрел Мин Вот мы с вами Приварпали Сангрел Мин Скорее всего Вот Да Быстро К нему Врубаем Все резисты Быстро Очень быстро Летим К Сангрел Мину На нас Автоматическая Агрессия От группы Как и говорилось С максимальной Скоростью Мы с вами Надеемся Что на нас Попадать Не будут Кстати Видите У них Есть в том числе Патроны Не только лазерные Да То есть Даже Скорее всего Не лазерные Патроны Так Слыш Сангрел Эй Салют Дружище Так Мне нужна Дистанция 5000 Да Станция 5000 Метров Ща Мы тебя Разберем Быстро Ну я надеюсь По крайней мере Так Нормалек Процесс идет Так Нас с вами Обстреливают Но благодаря Нашей с вами Очень высокой Скорости По нам Никто Практически Не попадает Обратите внимание Да Мисс 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 То есть По нам Промахиваются Из-за нашей Огромной Скорости Единственная Проблема Ребят Будьте Аккуратны Когда Облетаете Всякие Вот такие Штуки Потому что Коравль Выдерживает Орбиту Конечно Но он Не Обращает Внимание На такие Штуки Они Могут Вам Очень серьезно Помешать Как я уже Говорил В прошлый раз Так Бум Ну а ракета У нас с вами Тоже Ничего Особо Никаких Не принесла Повреждений Поэтому Ты Дружище Скоро Помрешь И будьте Готовы Блин Так Короткий контейнер Быстро и прочь Быстро 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 Так Ждем Двух Плот Тыщ Открываем Быстро Кидаем Себе Блуд Кидаем Я сказал Блуд Все И Валим 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 Так Все Всем пока На месте Не стоим Не стоим Блин На месте Пока Всем Афтербернер И Уматываем Ну в общем То Вот и все Господа То есть Здесь конечно Можно было Пролететь На крузаке И разобрать Всех Этих Чуриков Как нечей Делать Потому что Фрегаты Крузаку В общем Не угроза Ну по крайней Вернее В таких Количествах Но Мы с вами Последовали Совету И в общем Как вы Наблюдаете Ребят Реально С таким Советом Мы выполнили Все Отличительно Быстрее Поэтому Описание Миссии Читать Надо Обязательно Ну конечно Если бы Вы хотели Допустим Получить Дополнительные Баунти Награду За убийство Кораблей Если реально Некоторые Из этих Кораблей Имели Баунти То имело Был смысл Убить Для того Чтобы получить Дополнительную Награду Но Если Ваша Цель По-быстрому Выполнить Миссию И перейти К следующей Заработав Таким образом ЛП Иски И тому Подобное То Конечно Лучше Воспользоваться Предложением Которое По блиц Прохождению Написано В описании Миссии Все Спасибо вам Благодаря За нашу Помощь И Запрашиваем Еще одну Миссию Ну что 7th Brothers Давайте Опять же Посмотрим Что за Миссия То есть Я надеюсь Что все таки Крузак Мы с вами Протестим И мы Полетим В следующей Серии Уже На миссию Третьего Уровня Так Не туда Google If Survival 7 Пардон 7th Brother Level 2 Так Фракция Опять же Не указана Хорошо Значит Скорее Сего Она Одна Единственная Заходим На нее И давайте Посмотрим Что она Себя Представляет По факту Мы будем Воевать Против Мердженерис Есть Такая Штука Значит Во Бывает И такая Ситуация Ребят Когда Damage Dealed All Kind То есть Это Все Типы Урона Будут Вам Наноситься Примерно В равной Степени Соответственно Нужно Быть К этому Готовым Друзья Значит Далее Рекомендуется Делать Кинедик Или Термальный Урон Рекомендуется Крузак И тяжелые Фрегаты Завершено На Панишери Уфичиным В пульсы Есть Вариант Фита Можете Посмотреть Но В целом Мы с вами Полетим Давайте Все-таки На Крузаке Потому Что В том Числе Здесь Рекомендуется Так Месседж Варпейн У нас Вами Не Интересует Значит Группа Один Семидесяти Группа Два Сорока Сестидесяти В тридцати Километрах Так Агро Фью Секундс То есть Как только Мы с вами Пролетим В тридцати Километрах От нас Сагрится Одна Вот Эта Вот Дрень Блиц Миссия Вы Должны Уничтожить Только Миссию Три И Миссия Уже Будет Завершена То есть Два Крузера В том Числе Сара Да То есть Ее Нужно Будет Уничтожить И Какой Там Торн Подсказки Соответственно Видите То есть Вы можете Узнать Группы По Расстоянию В котором Они До вас А Ну вот То есть Есть подсказка Да Уварпайте Куда угодно После приварпа И вернитесь В 0 метров При этом Дистанция Поменяется Следующим Образом То есть Как только Вы прилетите Туда Вы можете Воспользоваться Этим советом Сразу же Улететь Дистанции Вот так Вот поменяются И Нужны вам Группа Будет Совсем Рядом То есть Все Ну Ребят Пользуйтесь Пользуйтесь Этими Подсказками Они Отличные Вещи Но Мы С вами Давайте Сделаем Видите То есть Блиц Выполнение Это 52 секунд В минимуме Рекорды Какие-то До 2,5 минут Без Блиц Прохождения До 5 минут Ну Давайте Как раз Вот этим Мы с вами Наверное Сегодня И Закончим И Сделаем Эту Миссию Целиком Без Насколько мы С вами Видели Сейчас Все Группы Достаточно Далеко Находятся Поэтому В общем Желательно Сначала Заменить Все Наши Линзы На Майкровейвы Для того Чтобы Оптимальная Дистанция Боя Была Уже 20 Км Плюс Минус 26 То есть Чтобы Мы могли С вами Достать Хотя Б Ту Башню Которая Работать У нас 30 Км Мы Могли Сразу Задеть Собственно Ну Что Ж Друзья Все Отлично Ставимся Дистанция Принимаем Миссию Естественно С вами Выполним И Погнали Наконец С вами Первый Боевой Вылет На Нашем Крузаке А в Следующий Раз Следующей Серии Мы С вами Уже Посмотрим Что Такое Боевые Вылеты На Крузере Что Они Представляют На Миссиях Уже Третьего Уровня Которые Значительно Более Тяжелые Чем Миссии Второго Ну И Следующим Уже Гвоздем Программы Соответственно После Миссии Третьего Уровня Там Будет Уже Полная Веселуха Потому Что Там Нам С вами Нужно Будет Зафитить Баттлшип Линкор Боевой И Мы С вами Зафитим Насколько Сможем По Максимуму Орудиями Но Броней Тоже Надо Будет Утанковаться Достаточно Сильно Потому Что Мы Будем Выполнять Достаточно Тяжелые Миссии В том Числе Миссии Блокада И Скорее Всего Нам С вами Выпадет Когда Нибудь И Там Потребуется Очень Серьезная Танковка Поэтому Там Нужно Будет Уфититься Причем Это Будет Сюрприз Ладно Все Посеял Интригу И ушел В закат Что Называется Будет Сюрприз Ребят Небольшой По Фиту Батлов Там Все Посмотрим Расскажу Когда До этого Дойдет Следующая Серия На своем Будет Касаться Только Миссии Третьего Уровня И Скорее Сего Фита В том Числе Поэтому Ребят Не пропустите А чтобы Не пропустить Миссии Новые Серии Обязательно Не забывайте Подписаться На канал Можете Делать Прямо Сейчас Так Ну Что ж Да Ребята На некоторых кораблях Есть такая анимашка Когда вы Находитесь в варпе Турели скрываются Когда вы выходите из варпа Турели обратно Выползают из своих гнезд И Готовятся к бою Очень красиво Вот посмотрите Сейчас у нас с вами Здесь есть две турельки Да По две с каждой стороны Еще какая-то Где-нибудь А вот еще на носу Парочка Вот они Вот Ну давайте сейчас посмотрим То есть когда приварпаем на место Вы увидите Что они выползут обратно Может ребят заметили Может нет Вот я сейчас обратил внимание Так Мы уже с вами Практически на месте У нас с вами включено Все кроме отчиневалки Ну в принципе отчиневалку На самом деле Можно было бы тоже включить Ну ладно Пока что Так приварпали Смотрим на турельки Сейчас остановимся Видите Все Турели готовы к бою Друзья То есть Ощетинились Так Круул Это наша с вами Основная цель На самом деле Вот он То есть Бывает цара Бывает круул Неважно Первое Как и было написано в миссии Это Таур-сентри-дрон Он у нас с вами Агрится Желательно к нему На самом деле Подлететь Подлететь К нему нужно На дистанцию 20 км То есть Сейчас я меняю Дефолт орбит Дистанс В нашем случае Желательно Конечно иметь Что-то в районе 12 тысяч метров Потому что Это Насколько я помню Это оптимал Наших стандартных линз Сколько там 14 Вот Ну учитывая Авторбернер И поворотливость корабля Точнее его Не поворотливость Поставим все-таки То что нужно И в принципе Уже можно Начинать стрелять Ты сейчас Нас обстреливает Только Таур-сентри-дрон Давайте Ого Отлично Вот смотрите Как это все выглядит Да Достаточно красиво Маленький урон Сейчас на пока что Наносится Просто потому Что мы еще Не в оптимале Орудия То есть Наблюдайте Чем ближе Мы с вами Пододвигаемся Тем сильнее Огребает башня Вот И это нормально Потому что Так на самом деле И должно быть Кстати На нас с вами Уже сагрались Еще кое-кто Быстренько их лочим Пока не подлетают Хорошо раскачанные Скиллы по локу Позволяют Достаточно быстро Лочить этих Мелких засранцев Сейчас Разносим башню И примемся Уже вот за этих Ты кстати Как раз в оптимале Ты знаешь об этом Да Что тебе не повезло Да Ты ровно в оптимале Моих орудий Бум Вот что значит Оптимал Друзья мои Заметили То есть Только он попал В оптимал орудий Точное попадание И максимальный урон Который способен Выдать такие линзы Бабах Все Нет фрегатика Собственно Делов Так Отлично Теперь значит Нас с вами Кстати ребят Обращаю ваше внимание Что допустим Вот этот товарищ Стоит за него Баунтиж 50 тысяч То есть на этом уровне Это много Это половина награды За миссию Да А то может И чуть больше То есть это реально круто Крул 20 тысяч стоит Ну неплохо Давайте сейчас Разнесем вот этих Для начала Они мне не нравятся Не знаю почему Давайте включим Значит микровердрайв Ой пардон Афтербернер Для того чтобы По-быстрому их Грохнуть Значит у нас с вами Таргет лока Какой я не помню 57 тысяч метров Ну окей Сейчас приблизимся И рапанет Друзья мои Вот То есть на крузаке Естественно Что такие силы Противника Нас никогда не продают Поэтому в принципе Ребят можете не заморачиваться Если у вас Финансы позволяют И терпение позволяет Что самое интересное То на миссии Второго уровня Зафитить вместо Дестройера Сразу крузак Покупаете Ну да Гораздо дороже Кто бы спорил Там раз наверное В 10-12 Будет дороже То есть крузак стоит 10 миллионов Кувит дестройер Миллион Но ребят Зато комфортно То есть ну смотрите По своему желанию По своему терпению Конечно Все Очень многие миссии Второго уровня Будут вам Спокойно подвластны На дестройерах И даже на фрегатах Как вы уже могли наблюдать Поэтому ребят Заморачивайтесь Но самый комфортный вариант Это конечно крузак Потому что Уничтожать противников Будете быстро Без всяких проблем Сложностей И хорошо утанкованный Вариант Вам позволит Выдерживать Любой практический урон На этих миссиях Так Ну что 24 23 22 21 Бабах Ох Хорошо Греб Но стадион Очень быстро Пробежается Поэтому Сейчас руны Начнут снижаться Мы выходим Из оптимала Тем не менее Этого было достаточно Сейчас у нас Закончится Так Цикл отработал Стандартные линзы 11 метров И Бабах Точное попадание В цель Супер Теперь вы двое Нам даже с вами Щиты не придавили Ребят Заметили Ну в принципе очевидно Да Так Опять же 20 километров Первым полетит Вот этот Бабах Отлично Прямое попадание 311 Мы с вами урон Наносим Прекрасно Урон снижается Видите 59 Ну 325 бывает Хорошо Кританули Возможно 390 Нормально 15 километров Все Стоп Останавливаем Стандартные линзы Для увеличения урона Чем ближе Фокусируются линзы Тем сильнее они бьют Так Давай Давай 12 километров Отлично Оптимал орудий 231 540 Видите какой Да Урон начинает Вливаться 474 То есть Оптимал Эта штука Страшная Ребят И последний Крул Ну что Дружище Побеседуем Нормально Вот этот товарищ Как мы с вами по нему Охаживаем лазер С его Точки зрения Скажем так Бабах Ну и в общем-то Почти все Бум Все Крул Нет Я вас поздравляю Друзья Вот вам Миссия Второго уровня Конечно же Далеко не Самая сложная Но тем не менее Достаточно тяжелая Если мы с вами делали Допустим на фрегате То есть на фреге Мы возможно с вами Ее делали бы Значительно дольше И скорее всего Что это было бы Может быть даже Не в нашу пользу Потому что фрегатик Эти два крузака Могли в общем-то Спокойно развалить Обычный фрегат Ну Хэви Ассоут фрегаты Там Да Может быть То есть ассоут фрегаты Они да Могли бы выдержать Здесь спокойно Всех разобрать Но это уже Совершенно другие Скиллы ребят Вот То есть Друзья мои Подбирайте корабль Под каждую миссию Правильно Уфичивайтесь Правильно Учитесь на ошибках Других И на успехах Других То есть используйте Сайт IfBattleClinic.com В котором Собраны все Самые успешные И в том числе Неуспешные Варианты фитов Всех кораблей Практически всех Которые представлены И в онлайн Поэтому ребят Учитесь Смотрите Как это все происходит Я фитить умею Достаточно плохо Поэтому на меня Ориентироваться не надо Вот И тем более Ребят не забывайте Что корабль Не означает Все То есть вы должны Хорошо уметь Обращаться с интерфейсом игры Хорошо уметь Соответственно Работать с оптималом Ваших орудий С отчинкой Балансировать между Стабильностью И нестабильностью Вашего энергоядра И так далее И тому подобное Поэтому здесь Ребят все достаточно Очень интересно И тем более Ребят не забывайте Что ваши скиллы Это все То есть Ну не все Но очень многое То есть Самое главное Это скиллы Второе Это руки И третье Это ваш вид Поэтому Может он собой Представляет Особенно Вью-миссион Комплит оправдывает. Единственное, что то есть, соответственно, в следующий раз мы с вами уже приступим к миссиям третьего уровня. Миссии третьего уровня доступны только в соседней системе в Юнуэле. Мы с вами об этом говорили пару серий назад. То есть, опять же, можно посмотреть в Agent Finder, то есть миссии именно третьего уровня у нас с вами будут доступны в Юнуэле. Вот здесь. То есть, мы с вами полетим в следующий раз вот сюда. Вот, ребят, можете посмотреть, запомнить, какое место. То есть, вот сюда, к этому агенту. Соответственно, в следующий раз мы с вами встретимся уже именно там, вот на этом самом крузаке и будем выполнять миссии третьего уровня. Ну что, друзья, на сегодня это все. Надеюсь, что вам продолжает нравиться наш летсплей. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Обязательно не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео. Обязательно пишите ваши вопросы и комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер и до новых встреч, господа, на канале Deadline.ru